Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня я вам хотел показать вот такой датчик движения. Специальный модуль для Ардуино. Но он также может работать и без Ардуинки. В этом мы сегодня с вами убедимся. Для этого мультиметр есть сам, собственно, датчик. Вот так выглядит датчик. Он достаточно маленький. И у него есть вот такая пластиковая амбразура, специальная настройка и так далее. Ну и подключено просто к питанию Ардуино 5 вольт. Вот. Сам датчик вот такой вот. То есть это его схема. Стоит где-то рублей 100, наверное. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Так. И какой именно датчик? Ссылку тоже оставлю в описании. В общем, это первый датчик. Как раз таки он где-то 60 рублей стоит. HCSR501 датчик. Вот. И давайте посмотрим на его распиновку. В общем, что нам главное здесь знать в датчике? Когда вы его купите, вот здесь вот в самом датчике не будет написано, что куда подключено. Если делать всё по схеме, вот этот коричневый провод – это земля. Справа красный. Это плюс. 5 вольт. По-моему, он работает от 4,5 до 20 вольт написано, диапазон работы. Но лучше подключать как Ардуинку к 5 вольтам. Думаю, будет более стабильно. Вот этот жёлтый средний провод – это у нас сигнальный провод. Если датчик срабатывает, да, вот смотрите, жёлтый провод у меня соединён. Как бы я подключил два щупа мультиметра, чтобы смотреть на работу датчика. И другую часть как бы этого провода я замкнул на землю. То есть приходит положительный сигнал у нас и уходит на землю. И смотрите, в момент срабатывания датчика, то есть у нас получается напряжение где-то 3,3 вольта. То есть логическая единица у нас приходит. Если вот, вот смотрите, сейчас он выключится, да. Видите, срабатывает датчик. Давайте его положим, покажу, как он срабатывает. Так, смотрите, 0. Вот так вот делаем. И 3,3 вольта показывает вот такой короткий сигнал, где-то полсекунды, наверное, или секунда. Значит, что дальше в этом датчике интересного? Смотрите, вот этот переключатель, вот желтенький. Так, давай сейчас вам приближу. Если его переставить вот сюда, то будет наоборот система работать. На этот провод будет всегда большой сигнал подаваться. И когда будет датчик срабатывать, сигнал наоборот будет останавливаться, то есть обрываться. Здесь как раз таки это и написано. То есть специальный джампер с левой стороны. Далее, вот эти две крутилочки. Справа крутилочка, вот эта правая крутилочка, это у нас, значит, само время срабатывания. То есть сколько сигнал по этому желтому проводу, сигнальному, будет подаваться нам, например, на пульт тревоги или еще куда-то. Вот смотрите. Сейчас вот раз сработал датчик, вот я раз махну сейчас рукой. Раз сработал датчик, и все, и погас. Сейчас возьмем отвертку, немножко подкрутим это дело и посмотрим, что будет. Так, ну что, подкрутил немножечко, буквально на несколько миллиметров вправо, вот этот крайний ползунок, вот этот. И смотрите, что у нас получается. Смотрите, махну перед датчиком, и у нас сигнал держится долго весьма. То есть если на пульт будет приходить, значит сигнал у нас будет срабатывать дольше. Соответственно, если его, вот этот ползунок, повернуть влево, то он будет, ну как, короткий сигнал выдавать. Вот этот вот ползунок левый отвечает у нас за чувствительность датчика. То есть можно его понастраивать, чтобы не было, скажем так, ложных сработок на какие-то маленькие вещи, скажем так. Ну, если он на улице, например, стоит, или на домашних животных, например. Вот, в общем, можно это дело обыграть с датчиком, и будет все круто работать. Можно также подключить это устройство к Ардуино, потому что она будет выдавать сигнал. И можно сделать так, да, чтобы Ардуино уже, ну, потому что многие говорили, что с этого датчика приходит очень слабый сигнал, и, например, реле или что-то не может сработать. Но можно делать это с помощью Ардуино. Ну, например, вот с этого сигнального провода у нас приходит куда-то на Ардуино, на какой-то контакт приходит у нас сигнал. И, например, уже с Ардуино идет на другой контакт, который срабатывает реле, и что-то включается. И, например, сирена при этом включается. Так что обыграть это спокойненько можно, с помощью даже самого чата GPT. Ну что, друзья, недолго думая, решил реализовать то, что сказал вам буквально пару секунд назад. Смотрите, когда датчик срабатывает, Ардуино передает сигнал, и у нас загорается светодиод. То есть это либо сирена бы сработала, либо еще что-то включилось, реле какое-то, да. То есть постоянно срабатывает, потому что чувствительность, она, сами знаете, большая. Сейчас покажу просто, как оно работает, и покажу код. Вот, смотрите, я делаю так, и зажигается у нас светодиод. Почему-то, правда, не сразу, но потом он срабатывает. В общем, давайте посмотрим, что я написал чату GPT. Это искусственный интеллект, который позволяет нам упростить, скажем так, создание кода для Ардуинки. Смотрите, пишу, сделай скетч для Ардуино. Как только на пятый контакт приходит сигнал Ардуино, включает лампочку на пене 8. Ну, так, по-простому написал, и вот что он выдает. Он все прекрасно понял, и вот у нас уже пошел готовый код. Как это можно сделать? Просто все скопировал. Также он нам объяснил, что куда, откуда и зачем. То есть, можно и с маленького сигнала включать. То есть, датчик может как бы, ну, скажем так, в проводе, например, может сам сигнал образоваться, да, из-за наводок. И периодически лампочка, например, будет ложно срабатывать. Для этого делается так, что наоборот, у нас постоянно горит сигнал, да, но лампочка не зажигается. То есть, когда только сигнал отрубается, тогда у нас лампочка будет загораться. В общем, для этого у нас так и сделано, что как раз-таки здесь примерно про то и говорится. В общем, этот код копируем в Ардуино, компилируем, отправляем на Ардуинку, и все у нас работает. Соответственно, вот, подключил пятый контакт, вход датчика, восьмой это вход на светодиод через резистор. То есть, как только срабатывает, у нас горит датчик. Ну, можно сделать и сирену. Так что, вот такие дела. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вот такие вот автоматизации увидите еще больше. Ну, и пишите комментарии, что бы хотели сделать, или какие-то креативные идеи. Все, лайки, репосты, пока. Субтитры сделал DimaTorzok